доброго времени суток всем тем кто попал на канал для тех кто интересуется выращиванием грибов предыдущие публикации четыре раздела мы прошли некоторые способы рассмотрели разные варианты разные возможности и подошли к тому моменту энтузиазм освещения предыдущих тем у меня немного плоды сяк пришлось пересмотреть я снятые материалы и реально это время потраченное ни на что но она потрачена с одной целью для того чтобы люди которые интересуются грибами взяли вот то время которое они тоже могли бы потратить ни на что я собрал вот эту публикацию и пробовал доходчивым иногда ироническим иногда саркастическим способом донести что все эти движения малорезультативны и нужно очень хорошо подумать для того чтобы тратить свое личное время на занятия такими бесполезными действиями теперь подошли к вопросу выращивания на пнях на пнях предлагает предлагается в этой публикации выращивать агроцеприт тополёвый опенок зимний чесночник обыкновенный ну и дальше нужно было бы добавить что на пнях лучше всего чувствует и прекрасно растет вешенка обыкновенная в природе можно выращивать различные штаммы вешенки для неопытного человека для него возможно он не заметит разницы какой это будет штамм или это будет к 12 или это будет по 80 или нк 35 или это будет м5 или по 77 для этого человека в принципе разницы большой не будет он не имея опыта для него это будет все одно и тоже принципе вывести какие-то закономерности выращивания грибов в природе очень трудно из-за того что нету достоверного опыта полученного выращивания этих грибов в природе или если у кого-то что-то как-то получается это не совсем так озвучено предыдущие способы которые ну это нужно смотреть в эту публикацию в интернете если вы не видели наберите как правильно посадить вешенку на фне и посмотрите мою публикацию была разработана или скорее всего не разработана а так получилось что эта методика явилась результатом как множество вещей которые есть даже и в науке она появилась простым таким случайным способом расскажу такую историческую такую вот и это не притча это такая вот историческая быль о фиксации препаратов в лабораторных условиях микробиологии микологии это и других лабораторных там действиях знаете есть такой метод который используется в микробиологии он используется под анатомии для того чтобы можно было провести анализ какого-то материала используется фиксация мазков или микропрепаратов вот для людей которые мало имели опыта работы с микро препаратами вот это предметное стекло на которое помещается срез какой-то ткани гриба или растения это ультра тонкий срез который готовится сложным техническим способом он сюда помещается потом он фиксируется способом очень таким незамысловатым прогревая этот препарат над пламенем спиртовой горелки эта методика появилась очень уникальным способом вообще в науке институте пастера который разработал множество вакцин которые используются сейчас в медицине произошел следующий случай они готовили такие препараты они разработали вот эту методику это какой-то 1800 там на заре вообще микробиологии так дальше это были первые движения первые такие какие-то искания на этом поприще они готовили такие препараты но у них был один недостаток при хранении они осыпались или стирались и в дальнейшем этот препарат уже не можно было полноценно использовать и вот после небольшого перерыва когда луи пастер уехал там в отпуск в этом институте произошел пожар когда вернулись то после этого пожара остались то что что то что осталось и когда проводилась уборка множество вот этих препаратов пришлось выбрасывать просто мусор его случайным способом было замечено когда начали вот отмывать вот эти стекла заметили удивительно было замечено что одна удивительная вещь что препараты которые были прогреты высокой температурой те микропрепараты которые были нанесены на стекло они не смывались можно было сделать вывод что прогревая вот этот микропрепарат при высокой температуре это фиксируется на этом стекле и получается что то вроде фотографии которую можно хранить очень длительное время и этот препарат остается на долгое время информационным этот способ используется до нынешнего времени ничего умнее или чего то другого не нужно изобретать это было придумано и принимать и применяется до сегодняшнего времени к чему вот этот был весь рассказ способ который в этой публикации как правильно вырастить вешалку на птнях появился таким же случайным способом изучая методики производства мицелия на начальном этапе невозможно избежать избежать тех явлений когда определенное количество есть брака и этот брак он не всегда был крайне такой вот испорченный иногда были мицелий который имел очень незначительные повреждения выбрасывать такой материал было жалко и знаю то что мицелий растет на пнях без особых никаких методик иногда это происходило даже таким способом чтобы брались просто пни не не моченые там не сушеные не свеже срезанные просто под пеньки закладывался этот мицелий ставились пеньки сверху без надежды на какие-то результаты без вообще каких-то там иллюзий и вот через некоторое время когда в этих местах где были поставлены вот эти пни начали вырастать грибы можно было сделать определенный такой вывод что вот такая простая методика дает очень хороший и положительный результат вот так и появился вот такой вот способ этот способ довольно таки эффективный и довольно таки результативный поэтому углубняться в эту тематику еще раз что-то пересказывать или добавлять на этом поприще абсолютно бессмысленно и в той же публикации я там сняты все вопросы относительно каких-то инокуляций в отверстия переноса в помещение это все глупости это все можно делать в том случае если таких там пеньков есть два или три можно там с ними играться куда-то носить но если 30 40 или 50 кто-то хочет и есть возможность это сделать эти все движения станут на становится просто невозможными но в то же время в результативность без этих всех движений там переноса перемещения укрывания всего остального остается тоже абсолютно нормально природе они себя чувствуют и плодоношение сохраняется на протяжении нескольких лет пока древесина есть питательные вещества пока есть возможность производить грибы вот и относительно вот этого способа больше здесь добавить нечего следующий вопрос это выращивание на компосте то что будет касаться выращивания шампиньонов рядовки навозника и всего остального остального это наверно нужно выделить вам в отдельную публикацию если вас будет это интересовать и материал для вас полезен то нашли его посылочки смотри дальше и перейдите к следующей публикации